МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там, где вы видите, есть риск, где возможно западание, вы чувствуете хорошую ситуацию, территорию понимаете, до сантиметра. Настрой жителей, соответственно, сразу от вас параллельна информация в ЦУР. Дом-призрак называют жители строения по улице Институт-4. Его расселили в 2009-м. С тех пор это место свалки и временного пристанища лиц без определенного места жительства. И в 2009-м году нас переселили в другой дом. Но у нас сейчас вопрос у многих. За нашим домом у нас были земельные участки. Мы их обрабатывали более 50 лет. Сейчас там просто свалка, мусор. Просьба к местной администрации, не знаю, там, к губернатору, к Воробьеву, чтобы провели демонтаж этого дома. Когда-то о таком жилье можно было только мечтать. За полвека быстро построенные панельки изрядно износились. Здесь выросло не одно поколение семьи, вспоминает жительница дома номер 5 Галина Смирнова. Шаткости фундамента убедилась лично. Я вместе с управляющей компанией ходила, смотрела эти конструкции. И могу сказать следующее, что фундаменты сейчас в таком состоянии, что они не могут выполнять свою прямую функцию надежности, устойчивости здания. Переживания жителей обоснованы. Прежде всего необходимо провести оценку технического состояния домов, пояснил глава поселения. Это даст основания подать заявку на расселение в рамках программы правительства Московской области. В настоящее время в Московской области запущена программа реновации, так называемая. То есть по аналогии с московской программой реновации, вот эти вот пятиэтажные дома данной серии, они все должны быть расселены. Да, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что свободного жилого фонда в таком количестве, чтобы расселить все такие дома в какой-то там одночасье или даже за один год, такого количества жилого фонда просто нет. Но правительство Московской области и губернатор Московской области задачу такую поставил, и эта программа в этом году стартует. Расселить такое количество жителей непросто. Всем придется набраться терпения. А пока специалисты примут меры по поддержанию зданий в надлежащем состоянии и проведению капитального ремонта.